В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В муниципалитете продолжается плановый капитальный ремонт подъездных групп. Мы стараемся по максимуму все отремонтировать в этом году, в принципе и в прошлом году. В Видновской Центральной Библиотеке прошел праздник, посвященный Дню Русской Косоворотки. У меня вот здесь вот ромбики, цветы. У кинотеатра «Искра» вновь открылась ярмарка. Сейчас на Штамбурске идут ягоды, смородина, вишня, малина. В этом году муниципальная управляющая компания планирует отремонтировать более 60 подъездов. Работу проведу за счет накопленных средств жителей. Некоторые адреса, где сейчас ведется реконструкция, посетила наша съемочная группа. О том, какие они современные подъезды, расскажет Юлия Поготьян. В свою управляющую компанию жители 23-го дома по улице Строительной вспоминают исключительно добрым словом. Говорят, ремонта в их подъезде не было давно. Все обветшало и уже не вызывало эстетического удовольствия. А сегодня здесь вовсю идет реконструкция. Спасибо управляющей компании за то, что они выделили нам деньги. Действительно, мы делаем хороший капитальный ремонт, который, я думаю, нам хватит уже надолго. Жильцы долго его ждали, долго спрашивали, поэтому, думаю, все будет хорошо. Начать работы получилось благодаря накопленным средствам жителей. Этот дом – один из лидеров по оплате коммунальных услуг. Долгов почти нет, что считается ключевым фактором для текущего ремонта. Здесь реконструкция коснется первого этажа и входной группы. Несмотря на сложные ситуации в экономике, подорожание стройматериалов, мы стараемся по максимуму все отремонтировать в этом году, как, в принципе, и в прошлом году. Мы направляем более 100 миллионов рублей по этому году на ремонты подъездов. Если будет хорошая собираемость, потому что летом у нас всегда снижение определенное из-за того, что люди в отпуска едут. Если мы сможем как-то с этим победить эту ситуацию, то еще больше сделаем. А здесь, в третьем доме микрорайона «Солнечный» ремонт всех пяти подъездов почти завершен. Так теперь выглядит современный холл многоэтажки. Все в плитке, алюминиевые поручни, красивые почтовые ящики, пластиковое остекление. Сейчас наш дом выглядит совсем по-другому. Нам очень нравится то, что было сделано в ходе этого ремонта. Надеюсь, что еще продолжится все это. И наш дом будет самым красивым и самым замечательным в нашем микрорайоне. Бюджет реконструкции каждого подъезда в среднем от 1 до 2 миллионов рублей. В этом году муниципальная управляющая компания планирует отремонтировать более 60 подъездов. Юлия Погасян, Сергей Ларин, Ирина Кошелева. Видно этого. В газете «Видновские вести» подвели итоги фотоконкурса, приуроченного к прошедшему дню семьи, любви и верности. Наибольшее число голосов набрали Коростылевы, Александр, Ксения и маленький Миша. Мы отправились в гости к победителям. Из более чем 20 пар, приславших на конкурс, посвященный дню семьи, любви и верности, свои фотографии именно Коростылевы завоевали сердца читателей газеты «Видновские вести». Александр, Ксения и их 8-месячный сын Миша набрали наибольшее число голосов. Мы местные СМИ, а местные СМИ, оно ценно чем? Тем, что оно показывает тех людей, которые живут рядом с нами. Которые рядом с нами, которых мы можем видеть каждый день, с которыми мы знакомы. Мне кажется, наша фишка – это то, что всем интересно. Мы хотели показать, какие прекрасные, дружные, позитивные семьи живут. Мне было очень приятно, что нас поддерживали незнакомые люди, особенно в комментариях. На самом деле это как-то на душе становилось прям, 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 прям. Да, про нас пишут незнакомые люди, что красивая семья и что за нас болеют. Каждый день смотрели, я каждые пять минут обновляла, вот так вот сидела эту ленту, сколько там у нас голосов. Вот, ну, это было, конечно, очень нервно. Молодые люди вместе два года познакомились на работе. Оба трудятся в одной из известных сетей ресторанов быстрого питания. А еще Александр и Ксения – волонтеры. Помогать другим часто отправляются вместе с сыном Мишей. Первым волонтерством – это было 10 тысяч шагов. Это мы начали этот раз зимой, то есть вместе вот с маленьким. Он еще лежал в коляске. Да, мы лежали с коляской. И вот, наверное, с ним предпоследнее или последнее волонтерство было. Вот сажали деревья, то есть он уже у нас был на ручках. И в детском парке. А, в детском парке, да. Коростылевы обожают путешествовать, а также ведут активный и здоровый образ жизни. Параллельно успевают еще и учиться. Ксения в финансовом университете, она менеджера по связям с общественностью. Александр посещает курсы IT-программирования. На вопрос о секрете своего семейного счастья пара отвечает практически не задумываясь. У нас в семье всегда царит взаимопонимание. Мы стараемся понимать друг друга. Именно почему я рада, что я нашла своего мужа. Потому что он в любой ситуации, несмотря ни на что, всегда старается понимать меня. Несмотря на какие-то ссоры, неурядицы. Он всегда старается поставить себя на мое место. Терпение. Терпение. Ну и, как уже сказал Ксения, это понимание. То есть понимать своего партнера. Понимать вообще всю свою семью. И ставить их на первое место. Для меня вообще семья – это тоже поддержка. Александр и Ксения мечтают реализоваться в профессиональном плане. А еще родить дочку. И со временем переехать из своей однушки в Купеленке в более просторное жилье. Ну а газета «Видомские вести» собирается подобные конкурсы проводить и впредь. Так что следите за анонсами и, возможно, именно вам повезет. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, «Видное ТВ». В Видновской центральной библиотеке состоялся праздник, посвященный Дню русской косоворотки. Сотрудники учреждения организовали выставку народных промыслов, а также провели мастер-классы и игры для юных посетителей. День косоворотки – праздник молодой. Впервые его отметили в 2020 году. Дату выбрали не случайно. Именно 12 июля на Руси начинался сенокос. Родители дарили молодым сыновьям новые косоворотки для работы, как символ взросления и приобщения к крестьянскому труду. Эти и другие факты библиотекарей рассказали юным посетителям. А после ребята сделали своими руками бумажные рубахи. «Я делала вот такую вот рубашку. У меня вот здесь вот ромбики, цветы, волны, солнце и петушок». «Мне мероприятие понравилось. Я сделала косоворотку. Вот я запомнила то, что косоворотка, она от слова «коса» и «ворот». И она одевается на шею. Она идет не по середине тела, а сбоку». Также в день косоворотки юные посетители библиотеки и их родители поучаствовали в конкурсе на знания русских народных промыслов. Кстати, в фойе учреждения открылась выставка жестовских подносов, павлопосадских платков, русских матрешек, семикаракарской керамики, посуды, расписанной к желью и хохломой. «Наша прекрасная выставка называется «Русские промыслы». Она посвящена культуре, творчеству народов России, а также сегодняшним праздником – День косоворотки. Открыли мы ее на прошлой неделе, ну и в течение месяца она будет действовать. Так что приглашаем, пожалуйста». Библиотекари рассказывают все экспонаты выставки оригинальные. Их привезли из тех городов, откуда берут свое начало русские промыслы. В городе Видное у кинотеатра «Искра» продолжает свою работу традиционная ярмарка. Лето вносит свои поправки в представленный ассортимент. И несмотря на жаркую погоду, многие жители предпочитают прийти именно сюда, а не в магазины. Почему так происходит, разбирался наш корреспондент Максим Козлов. Наверное, главное, зачем покупатели приходят на ярмарку не столько товар, сколько отношения. Здешние продавцы знают, что и как продавать, чтобы клиенту было максимально комфортно. «Вам покрупнее или помельче?» «Могу среднее, вот такую». Ярмарку «Искры» отличает главная особенность – наличие фермерских товаров. И стоят они здесь куда меньше, чем в специализированных магазинах. «Продукции у нас белорусско-фермерская продукция. Фермер поставляет нам колбаски, деликатесы очень хорошо берут. Сало у нас хорошо идет, любят здесь масло сливочное, очень хорошо берут». На прилавках с овощами и фруктами товар с разных уголков России. Опытные продавцы в курсе, где можно приобрести в лучшем соотношении цена-качество. «Сейчас на Штамбовске идут ягоды, смородина, вишня, малина, картошка скоро будет. Сейчас пока морковка свекла новая, молодая. Остальные – черешня здесь, абрикосы, нектарин. Они в Узбекистан больше идут. Черешня тоже узбецкая, персики, нектарина тоже узбецкие». Касается это правило и сладостей. Ольга Жмаева уже несколько лет торгует кондитерскими изделиями из Ростовской области. Хотя есть на прилавках и другие производители. «Вном представлена продукция Азовской кондитерской фабрики. Халва, мармелад, рахат-лукум, наша знаменитая азовская коробка в ассортименте. Рахат-лукумчик, зефирчик, печеньца, прянички, выпечка у нас, пенза, воронеж, а вся остальная продукция Азовской кондитерской фабрики. Покупатели любят эту продукцию. Я работаю с ними уже 8 лет, с этими производителями. И на ярмарке здесь, в Видном, уже 2 года. И покупатели свои, постоянные. Поэтому, если бы не нравилось, я думаю, что не приходили бы». Отдельно стоит отметить, что все продукты, которые можно увидеть на прилавках, проходят санитарно-эпидемиологический контроль. Впрочем, и сами продавцы следят за качеством товара. У многих здесь есть постоянные покупатели. Как известно, дети не очень любят покупки, если, конечно, речь не идет о детском мире. В этом плане ярмарка в Видном устроена довольно удачно. Детвора может поплескаться в фонтане или поиграть на площадке, пока взрослые занимаются шопингом. Традиционно на ярмарке представлены и другие товары. Солнечная погода диктует свой дресс-код, а на ярмарке, в отличие от магазина, к покупателю особое отношение и санкции нипочем. «Идивидуально подбираем на каждого заказчика у нас свои клиенты, покупатели. Индонезия, Турция. Была Индонезия, сейчас немножко с Индонезией прекратились. Есть, конечно, есть аналоги и, кстати, неплохие даже. В основном Турция и фабричный Китай». И естественно, что в летнее время главный товар для купания. «Для мужчин есть хорошие плавки, для отдыха, для всей семьи детские, для мамочек, для беременных есть. Все найдем. Лишь бы было настроение на отдыхе». С таким подходом клиентам, какое демонстрируют местные продавцы, настроение наверняка будет и для отдыха, и для работы. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.